Скумбрия Вот смотрите, у тихоокеанской скумбрии, вот эта спинка, видите, она полоски прям паутинками И вот здесь вот пятнышки с самого пуза идут, точечки А у атлантической скумбрии здесь четкие полосочки, как у тигра И брюшко серебристое, без всяких точечек Вот это вот есть атлантическая и тихоокеанская скумбрия Вот все, что отличает их Также их больше ничего не отличает, можно сказать По жирности эта скумбрия осенняя Было где-то в сентябре-октябре Осенняя скумбрия это самая жирная скумбрия вообще Что атлантическая, что тихоокеанская Здесь содержание жира до 30% Все В магазине также их называют иногда вот эти скумбрии Голубая макрель Ну это неправильно А почему магазины их так называют? Потому что когда приходят на коробки Вот она заморожена, коробки, и там есть название по-английски пишут Именно по-английски И все эти вот скумбрии тихоокеанская, атлантическая И даже макрель, они пишут одним английским словом Макрель Приступим к разделке Разделать сейчас будем ее зеброванием Покажу сейчас как Берем скумбрию Да, забыл сказать почему я называю по-николаевски Рецепт мне дал друг брат сват Коля Вот я так Как бы вот так вот он мне и рассказал как ее делать Я и так ее и делаю И получается очень вкусная скумбрия Скумбрия по-николаевски как ее называют Зебрование делаем Берем вот здесь вот под плавничок Вот они плавничок такой И надрезаем до самых жабр и вниз Не прорезая хребтовую кость Вытаскиваем жабры Все они нам не нужны Берем саму скумбрию Вставляем ножик Вот так вот аккуратно До самого анального отверстия Вот так проводим по кругу Аккуратненько проводим С одной стороны Можно и с другой стороны И все берем вот так вот И все кишки достаются И внутри она чистая Ничего там внутри нет у нее Так поступаем со всей скумбрией Показываю еще раз Кто не понял Берем скумбрию Под плавники Так называется Зебрование делаем Вырезаем жабры Удаляем их Берем ножик острый желательно Хорошо острый Продеваем до самого анального отверстия Вот так вот по кругу проводим Аккуратно Аккуратно не прорезав брюшко Все И все кишки у нас Выходят Вот они Все там все пусто Ничего нету Скумбрию все Вот она чистенько Я ее промыл Сейчас будем готовить посолочная смесь Посолочная смесь у нас будет двух видов Берем Здесь буду делать три таких, три таких А здесь четыре Ну четыре таких, три таких Посолочную смесь берем Две столовые ложки сахара Так же и вторая У нас посолочная смесь Все, сахар нам не нужен Сейчас Николай увидит Скажет, что я все секреты его рассказал Ну я думаю, он меня простит Две столовые ложки соли 50 на 50 Теперь берем Бруснику Кстати, Коля ее собирал Вот скумбрия его С его брусникой Буквально две столовые ложки Все по две Нам надо ее прям растереть С этой посолочной смесью Прям втереть, чтобы она полопалась Чтобы была получилась такая кашица Посолочная Точно так же поступаем и с клюквой Будет с брусникой и с клюквой Ну а клюкву я собирал Так что у нас тут тандем такой А скумбрия магазинная Да, кстати ее еще называют эту техническую скумбрию Японская скумбрия Вот такая вот примерно кашица должна получиться Здесь не все ягоды крестового Нет, ничего страшного Так же поступаем и с клюквой Так же сюда еще можно уложить мажореловые веточки Как советуют Вот этот рецепт Но мне не нравится И я никому не советую Рыба есть пахнущая хвой Ну, мне не нравится Может кому-то и нравится На вкус и свет, как говорится, товарищей нет Вот такая вот кашица Теперь поступаем следующим Амурсом Берем засолочную тару Берем скумбрию И вот эту вот кашицу Соль, сахар и скумбрия И ее туда Прямо внутрь запихиваем Буквально будет там Три чайные ложки где-то И вот так вот кладем Только внутрь, снаружи не обязательно Потому что все равно она будет просаливаться Сок будет вытекать И она будет все равно в этом соке лежать Кладем спинкой вниз То есть так же поступаем и с клюквенным С клюквенной нашей подсолночной смесью Кладь со золочью смеси можно вместе Ничего страшного Теперь берем буквально щепотку соли крупной И вот в районе головы сыпем Прямо чуть-чуть щепотка Просто соль Ну и по всей рыбке чуть-чуть вот так вот Просто присыпаем вот так вот поверхностно Лишней соли здесь больше не надо И вот так вот отправляем рыбу в холодильник Сейчас завернем ее в пищевую пленку В холодильник на 6 часов Смотрите, если она будет мельче, то соответственно уменьшаем на 4 часа Если она будет крупнее, то соответственно будет 8 часов Еще крупнее 10, прибавляем на каждые 2 часа Отправляем на засолку Так, прошло 6 часов Вскрываем Солилось напоминаю 6 часов Оно в холодильнике С луком видите какой розовый Вытекает Что сейчас надо? Нам надо сейчас оттуда достать все лишнее Ягоду, соль Просто берем холодной водой Мясо вообще стало прям деревянное Плотненькое такое Просто холодной водой туда Ну или душим или что Просто промываем, вымываем оттуда все И все, и отправляем в вялку Скумбрия промыта Смотрите, брусника какой эффект дает Полосу Красную Это только у брусники Вот Клюква такой не дает Красота Только наводит Все Просто под душем Ее туда Душа наводил Внутрь И вымывал все Вымыл Ну и все Отправляем в вялку ее Сейчас будем ее вялить в швесе Но потом коптить уже холодным копчением Вот так У нас будет вялиться в швесе Вялиться будет до тех пор Пока мясо внутри Оно сейчас там маленько розоватое Ну Мясо внутри должно отдавать желтизной Соответственно Жир Вышел Выходит уже наружу жир Иначе влаги уже там минимальные Ну и поверхность она будет сухая Вот видите мясо вот розовое Вот оно Оно должно стать желтоватой Вот такой вот оттенка Иначе жир уже выступает Вялим Скумбрия именно вот так вялится Посмотреть по мясу Как оно подвяливается Именно Чтобы оно должно быть желтое Содержание скумбрии У разной Содержание влаги и жира разное Соответственно Прям точно по времени сказать Не могу Как она будет завялиться После вялки скажу Сколько она вялилась Конкретно И при какой температуре Вот прошел час Она уже поверхностно сухая Но еще не завяленная Надо Еще час пройдет Я на час дам отдохнуть И еще час она будет вялится Температура в помещении Где я вялюсь Частоты эксперимента В 17-18 градусов В 17-18 градусов Без всякого нагрева Без ничего Вот она такая Погатая сухая Но внутри она еще Влага у нее есть Надо ее Оттуда Максимально Ну не максимально Но процентов 10-15 выдавить Как я и говорил Как я и говорил Вялилась она у меня 2 часа Час отдыхала Еще час вялилась Вот смотрите Мясо такое Пожелтело уже Она совершенно сухая Сейчас будем коптить Вот таким образом Рыбку отправляем в коптильню Коптить буду на лихе Час в час 10 Без нагрева камеры Просто зольник И все Дым пошел На 30 поставили зольник Дым пошел Перевели на 250 Включили статику Холодное копчение И коптим Коптила не час Не час 10 А коптила ровно 50 минут Потому что я открыл Глянул Ой она уже такая золотая Потому что она повисит Еще темнее станет Вот такая вот красота получилась За 50 минут Сейчас мы ее в ШВСе проветрим В течение 2-3 часов И все И рыбка готова Ну вот мы и закончили весь процесс Копчения холодного По-николаевски Вон там даже еще ягодка осталась Смотрите Красота она плотная Это вот у нас была Это у нас брусника А это клюква Сейчас отрежем кусочек Будем пробовать Она вся приготовленная Не разваливается Очень вкусная Ароматная Малосоленая С кислинкой Так как ягода там присутствует Очень вкусная рыба Очень питательная Ну и вторая у нас с клюквой Всем приятного аппетита И до скорых встреч Это очень вкусно ПО-поехали ПО-поехали Продолжение следует...